Приветствую вас, и давайте попробуем разобраться в ситуации. Вы пишете, что признаете своего мужчину, но при этом хотите восстановить отношения. Вопрос. Для чего вы хотите восстановить отношения, если вы его признаете? Какие потребности вы хотите этим удовлетворить? Какие желания вы хотите осуществить, восстановивая отношения с тем человеком, которого вы признаете? Потому что, думаю, вряд ли вы хотите продолжать делать его счастливым, вряд ли вы хотите стараться для него, вряд ли вы относитесь к нему так же хорошо и прочее. Для чего? Второе. Стоит это делать лишь в том случае, если мужчина искренне раскаивается в факте измен. Если он признает его, не спорит и слезно, искренне, набривно жалеет о том, что произошло. Если он этого не делает или, по вашему мнению, его раскаяние недостаточно сильное, недостаточно искренне, то делать этого не стоит, потому что измена повторится. Далее необходимо разобраться, собственно говоря, с тем, почему мужчина вам изменит. Что толкнуло его на измену и проработать причину измен. Если причину измен вы обработаете и выясните ее, обсудите с мужем и устраните, то тогда восстанавливать отношения стоит, ибо поводов для измены у мужчины больше не будет. Если вы устраните причину. А если причину вы не устраните и все останется как есть, то, соответственно, конечно же, измена повторится, и вам это восстановление отношений, по сути, ничего не дат. Также необходимо сказать о том, что если вы руководствуетесь своими желаниями при восстановлении отношений, и хотите, скажем, мужа причинить этим его по приказу, то есть, чтобы вот он, да, вот вы говорили, вот я тебя простила, так что вот теперь вот ты будешь делать все, что я скажу, да. Тут нужно понимать, что мужчина может согласиться на такое, а может и нет. Он может не согласиться на это. Просто напросто. Он может не починать быть на тех условиях, которые вы ему предоставили. И тогда, естественно, восстановить отношения, не прощая его, у вас не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его счастливым. Ой, если сделаете его лучше.